Всех приветствую. Герой сегодняшнего обзора весьма неоднозначный. Многие старожилы говорят, что это недалега, созданная для охраны склада. Другая половина смеется в кулачок и говорит, мол, вы просто не умеете его готовить. Это топчик. Я считаю, что мы просто обязаны разобраться с вами, что к чему. С тебя лайкосик, подписончик, погнали. Сегодня разберем одного из мощнейших ДД в рейде, легендарного воидового наследника Одина, Турвальда. Да, именно его. Это брутальный викинг, довольно долго пылился у меня на складе, но настал его час, и королевство Тиллерии содрогнулось. Начнем с его скиллов и сразу заценим анимацию в кампании. С А2 герой бафает себе атаку, крит-шанс и скорость, а затем получает допху. С А1 герой бьет 2 раза в соло цель с множителем 3 от атаки и каждый удар имеет 75% на книгах наложить слабость. С А3 также 2 удара в соло цель. Урон увеличивается от количества бафов на Турвальде. Если мы убиваем оппонента с этого скилла, то перезарядка полностью скидывается. Сейчас мы с вами могли наблюдать урон с А3 под 4 бафами и урон с А3 без бафов. Перейдем к картам и талантам. Турвальд любит больно щелкать соперников по носу своим светящимся длинным двуручным мечом. Для этого нам придется приправить его шмот максимальным количеством атаки, кэша и кэу. Скорость и меткость вам очень пригодятся для ПВЕ контента. Для игры на арене я рекомендую сайт жестокости или летальности, а также талант крушитель шлемов. Впрочем, и в таком шмоте герой не теряется на арене. В этом мы с вами еще убедимся. Рекомендую проявить скандинавское великодушие и не зажили для него книги. С ними и без них это два разных персонажа. Его аура, к сожалению, работает только в хребте варваров. Рекомендуемые мной таланты на ваших экранах. Эта сборка в первую очередь для кланбосса. Кланбосс. Я хз, что владыка демонов сделал Турвальду, но этот парень ненавидит его лютейшей ненавистью и стремится как можно скорее загнать обратно в Хельхейм. Каждый его удар обрушивается на КБ с такой силой, что просто больно смотреть, честно говоря. По урону на КБ с Турвальдом, пожалуй, может сравниться только ниндзя. Но лично мой опыт показывает, что викинг все же бьет сильнее всех. Тестируем его в Анкиле с двумя людоедами Машаледом и Армстронгом. Посмотрим, сможет ли эта команда забрать топ-сундук с одного ключа. Все-таки это самый неприятный цвет для этой команды. Если тебе понравился этот Анкильчик, то подписывайся, ставь лайкосик. В самое ближайшее время на канале выйдет видео подробное об этом Анкиле. Результаты на ваших экранах, по-моему, Турвальд не ударил лицом в грязь. Также можете ознакомиться с результатами по 6-му КБ зеленого цвета и по 5-му КБ. Арена. Выбираем соперника пожирнее. Турвальд таких как раз любит. И в бой. В данном случае мы не можем атаковать Лилиту. Так, на ней каменная кожа, поэтому пробьем по толстенькому сочному ваготу. Посмотрим, что у нас получится. Бафаем себе кредшанс и атаку. Весьма неплохо. Лилиту его резнуло, но она потратила свою камня кожу, поэтому следующий удар, угадайте, в кого мы будем наносить. Лилиту в сопротивлении. Ее сложно задебафить, даже под бафом меткости. Но тут на выручку приходит Турвальд, который наносит старый добрый физический урон без всяких дебафов. И мы этот бой забираем. Следующий поросенок у нас в деревянном домике. Но боюсь, что это его не спасет. Толстая пачка, много сопры и камня кожи. На нашей стороне Турвальд, а значит у оппонента большие проблемы. Давайте пробьем в Брогни, чтобы посмотреть силу урона. На нем еще и щит. Прекрасно. Хотя, конечно же, можно было свалить и Ротоса. Сопра, антистихия для Шазара. Бомбы не ложатся, нам это только на руку. Посмотрим, как справится Турвальд. Пробиваем по Ротосу. Паум, паум. Недурно. Воу, 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 полегче. Неужели это домик из кирпича? Да, здесь уже нам придется повозиться. Сифи, сладкая парочка, метрала. Это будет непросто. Испытаем заодно Горного Короля и сравним, кто же из этих дамаггеров соло-цель сможет набить больше в такой затяжной серьезной схватке. Продолжение следует... 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 Главная задача Турвальда на Гидре это помочь вам как можно быстрее избавиться от самой противной и навязчивой головы, против которой у вас нет козырей. Я, например, больше всего бешусь с головы Кленсера, а ты напиши в комментариях. Роковая башня. Ну окей-окей, на арене и на КБ он хорош, базара нет, скажут мне мои преданные подписчики. Ну в роковую-то сложную его точно брать без мазы, его там любой джиз их отпинает на высоких этажах. Ну тут давайте и проверим вместе, полезен он в роковую башню или нет. Сложная роковая, этаж 119. Погнали. 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 Брутально. Урон. Что касается боссов, то он будет неплох везде, где нужен хороший урон в соло цель. Не видел, чтобы кто-то использовал его при быстрых прохождениях в сложной роковой, но при неименее лучшей опции использовать Турвальда можно. Подземки. Не вижу особого смысла в использовании этого героя в данжах, но для тех новичков, которые рассматривают каждую лего как потенциального помощника в закрытии миссии на арбитра, я потестил его на 20-х этажах. Больше всего он мне понравился на драконе, а так весьма и весьма хорош. Воины фракции. Криптоварваров. Турвальд и здесь папочка. Топ ауры на усиление атаки аж на 42%. Ему не нужен разлом защиты, чтобы шотать волны. Чего болтать. Давайте наблюдать. 21 этаж. Продолжение следует... Продолжение следует... Кто как не Турвальд должен был внести этот решающий удар? Урон на ваших экранах весьма и весьма не кисло. Итак, время подводить итоги и ставить оцепки. Начнем с атаки на арену. На мой взгляд, это твердая пятерка, и мы с вами могли в этом убедиться воочию. Клан Босс. Один из топовейших героев. Пятерка. Лабиринт Минотавра. Герой здесь очень хорош, поможет быстро фармить свитки. 5 баллов. Логово Дракона. Мне понравилось. Бьет он очень и очень больно. Пятерка. Ну, с осноской на то, что этот данж один из самых простых. Компания. Ну, трудно представить, что он здесь может выдавать какой-то офигительный результат. Я думаю, что это троечка. Хотя, возможно, он поможет вам закрыть самую сложную кампанию. На три звезды не пробовал. Все экипы с краской это пятерки. Паучье Логово. Ледяной Голем. И Лавый Рыцарь. На мой взгляд, это троечки. Просто неплохой персонаж. В защите на арене его использовать довольно трудно. Здесь лучше подойдет такой герой, например, как Горный Король. Троечка. Воины Фракции. Супер. 5 баллов. На гидру его можно использовать. На первую или вторую. Но, думаю, что четверочки он вполне заслуживает. И на Близнецах. Пока этого героя я не тестил. Но не вижу ничего в нем здесь особенного. В целом, герой очень и очень прикольный. Позитивный. Мне очень понравился. А если тебе понравился видосик, ставь лайкосик. Подписывайся на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok